Здесь конечная находится троллейбуса, маршрута номер 4 нашего города. И отправляемся на улицу Лобова по просьбе моей зрительницы. Мурманск в моем сердце. Эта дорога ведет на Сидороморск, а улица Лобова начинается как раз вот здесь, на побороте. Выходим на фидичную пилу. Здесь начинается улица Адмирала Лобова, дом 1. Протяженность всей улицы почти что 2 километра, 1,8 километра. Начинается она так, что по одной стороне расположены промышленные объекты, объекты из здравоохранения дальше, и потом уже жилая зона. Начинается хлебозавод Виктория. Раньше назывался хлебозавод номер 2. Это большой хлебокомбинат. Тут в петле не только хлеб, но и сделали торты, пирожные, фексы, баранки, бублики. Все, что хочешь. Булочные изделия. Ну, а сейчас тут, конечно, производство сокращено. Наверное, до двух цехов, а было 5. Вот тут я позовусь Виктория. На противоположной стороне тут жилые дома. И также какие-то магазинчики, учреждения. Вот игрушки, озон, мясо, дальше аптеки. Местная лавка «Халяль». Магницы, вместо со стройматериалами. Большой магазин. Вот у меня еще все проходим на территории, без запада. Она была большая. Ну, и листья будут, в основном, сейчас из данного момента. Отбирала флота «Лубова-9». Здесь аптека. Социальный фонд России. Массионный фонд. Все, мы переходим на эту сторону. Заканчивается территория хлебозавода. И объекты здравоохранения мы видим. Здесь женская конструкция. Здесь находится женская больница, гинекологическое отделение, роддом. Долгое время это здание было зданием долгостроя. И, наверное, закончили ближе к 2000-м годам. Только женская консультация. Медико-генетический центр. Embrylife. Центр репродукции. А красное здание – это кожный гинерологический диспансер. Итак, пойдем мы с вами около двух километров до консельной этой улицы. Медика. Медико. Автобусы сюда ходят. Сейчас сделали 4Т. Продолжение троллейбуса. Номер десять. Маршрутки и рейсовые. Городские автобусы. У нас один номер один. Сейчас идем по верхней дороге. Сейчас будем проходить железнодорожный. Именно по этой причине, что тут железная дорога, здесь есть, не пробили троллейбусную линию. За железнодорожной дорогой служат препятствия. Поэтому все ходят только автобусы. Вот это железнодорожный переезд. Ранее в Мурманске был еще один вид транспорта, это электрички. Им очень активно использовался. Как раз электрички ходили по этим путям. Я сама когда была маленькая, мы с ними пасли, мы не пасли, но садик на электричке. Садик посполагался ближе к Росице. Эта железнодорожная линия состоит из четырех пауц. Это железнодорожная. Сейчас мы пройдем. Люди добирались в гост, где мы с вокзала. Садились на нашем железнодорожном вокзале и приезжали вот куда им надо. В основном это были рабочие, которые уехали на 35-й заводе. Работать. А линия железнодорожная называлась Мурманск-Ваенга. И началось действие 1946 года. Ваенга это, как известно, Североамурск. То есть по этой линии можно доехать до Североамурска. Также делаются остановки в Мохнаткино-Пахто и Сафуново. И так можно просто запросто по городу пройти по железнодорожным путям. Сейчас по ней возят грузы. У нас горючие смазочные материалы и вагоны всем туда ищутся. Сразу громкоговоритель. Но это мгновенная станция железнодорожная. Сейчас мы подойдем поближе к зданию. Солушка пригрела, так тут собаки отдыхают. Надеюсь, что они добрые. Отдыхайте, отдыхайте. И вот здесь дальше есть здание. Комсомольск, Мурманский. Раньше оно функционировало. Люди выходили на этой станции и бежали по своим делам. Сейчас оно, наверное, используется чисто сугубо в деловых целях. Тут что-то написано. Сейчас тут находится центральная дирекция управления движением. Я смотрю, что тут сейчас находится. А вы знаете, что нельзя фотографировать? Вышла дальше на улицу Адмирала Лобова. Основной жилой комплекс домов расположен именно в железнодорожной линии. Тут уже объектов никаких нет. Только в конце улицы. Дом 18 расположена. Школа. И построена она, написано в каком году. Построена в 1956 году. Но требует, конечно, покраски. А так архитектура хорошая у здания. В росте очень много зданий, украшенных уралом. В концептном городе количество красочных картинок. Пойдем до пустыни. Здесь улица Ушакова в честь Адмирала Ушакова Федора Федоровича. Улица Лобова 34, прям 2. Как и прежде, тут городская пеликлиника номер 1. Новая мемориальная доска тут появилась. Андрей Александр Васильевич. Суперемонтник. Герои Советского Союза. Ветеран 35-го завода. Здесь живу, в этом доме. Такие старые хорошие дома. отремонтированная Адмирала Лобова 39. Ветеран 35. Продолжение следует... Все магазины на этой площади Магнит, косметик Перекресток Все здесь Десятый маршрут уже недалеко и конечная Сроктик корпус 1 Вот такие дома, свойственные этому району Строили военные строители Из таких вот мозаик Так, подходим Дом 47 Адмирал Флота Лобова Дом культуры Ленинского округа Мурманска Работают кружки и клубы Прошли До памятной доски Лобов Семен Михайлович 1913-1977 А в 78-м году Насвали улицу Честного Командующий Северным флотом С 1964-го по 1972-й год Находимся на возвышенности этой улицы Мы сейчас будем плавно спускаться вниз Там видим залив Корабли Но подойти туда невозможно Там везде работают Ремонтные заводы Территория Территория Ограждена Храм расположен на Лобово 53 Отконец от маршрута не будем Хотя там еще много чего интересного Музея Северного флота Дом офицеров Просто красивое здание Подойдем сейчас поближе к храму Украшения И духовный центр Росты Ленинского района Возвихнуты трудами и помещениям Раба Божьей Вадимы Покусил голову По нашим местным местносменам Приписка Бересимина Обзор стрит-территория Очень приятно Там дома отремонтированы Старые дома и новые крыши Очень живописно Там летом очень красиво Вот на этих участках Порт работает Стучит Здесь идет ремонт Все спускаемся ниже Так сказать На лобово 51 Расположен Отличный Спортивный Комплекс Вместе с бассейном И называется он Городской Спортивный Центр Авангард Это последний подарок Социализма Нашему городу Был построен Для работников 35-го завода А также Для жителей города Тут отличный бассейн Современные залы Очень уютно Восьмого и девятого не работают Даже для малышей Тут есть занятие в воде На первом этаже От шести месяцев до трех лет Так, нужно Так, нужно Так, нужно Есть для инвалидов Так что на дорожке Тоже есть приспособление Пускают инвалидов Вот мы уже в низине Вот мы уже в низине И дошли до самого финиша И дошли до самого финиша Филиал 35-го завода СРЗ-звездочка Закарусл 35-й завод И конечные Автобусы Микроавтобусы Сверху Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...